13.07 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олег Прохоренко. Олег, добрый день. Добрый день всем. Доброе утро, Евгения. Утро? Добрый, хороший, тёплый летний день. Да. Я напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, нашему гостю можно задать вопрос на сайте eho-kiro.ru в разделе «Анонсы». Олег, от слушателей сегодня к тебе вопросов нет. Нас также можно смотреть на сайте eho-kiro.ru, есть ссылка на видео и аудиотрансляцию, поэтому воспользуйтесь ею. Ну, мы начинаем. Я знаю, что ты недавно ездил на деловое мероприятие в Сыктывкар, чтобы послушать Наталью Зубаревич, экономиста-географа. Я хочу спросить, расскажи мне, пожалуйста, что за мероприятие? Ну, насколько я знаю, мероприятие проводится в Сыктывкаре, точнее, под Сыктывкаром, на чудесной базе отдыха. Я живу уж в пятый раз, пятый год подряд. Я съездил ночью в первый раз, мне понравилась, сама атмосфера понравилась. Это небольшая толпа народу, сто с небольшим человек, ну, может, и я в двухсот, которые просто не приезжают, уезжают, там были люди на велосипедах, а так в палатках с одной ночью в два дня выступают интересные лекторы, были представители от Кирова, от Красивого Кирова выступал молодой человек, выступал представитель портала 7 на 7 от Кирова, и в целом, в общем, такая достаточно демократичная, теплая атмосфера, атмосфера порождающей дискуссии и какие-то мысли, и какие-то, там, обмен интересными практиками, что касается Красивого Кирова, например, да, то есть вещь, которая у нас, ну, не уникальна, но Киров может похвастать тем, что у нас это есть, вот, ну, и прочее, прочее, и в числе, там, именитостей, да, там была, в числе хедлайнеров, ну, там был Николай Сванидзе, например, да, выступавший, но он чисто политическую повестку, Александр Крынев, как политолог, он раскладывал, там, тоже политическую ситуацию в стране и так далее, а мне было интересно с экономической точки зрения. Наталья Зубаревич, географ-экономист, она работает в МГУ, профессор кафедры экономической и социальной географии, географической факультеты МГУ, и она рассказывала о том, как страна выживает в кризис, чем он вызван, этот кризис нынешний, теперешний, что от него ждать, кто просядет, какие регионы окажутся под ударом, какие более-менее вырулят, ну, и так далее. А также, ну, вот, мне было интересно послушать и предпосылках, да, которые вызвали этот кризис, ну, просто, наверное, подтвердить свои догадки в какой-то мере, потому что у нее есть весь массив информации, она перерабатывает статистические данные. Она, конечно, делает выводы иногда слишком такие, я уже слышал даже, отклики, слишком мрачные, что все плохо, все плохо, но доля истины в этом, безусловно, есть. Предположим, если мы сейчас говорим, ну, только ленивый не пнет там глав регионов по поводу того, что они накапливают долги, залазят в кредиты для того, чтобы исполнять обязательства, но надо понимать и надо вспомнить майские указы президента 2013 года, с какого, с этого периода, в принципе, все началось, когда в ультимативном порядке, причем это были именно указы, а не законы, и здесь есть разница тоже. Дело в том, что под законы подводится какое-то финансовое обеспечение, под указы нет. Это значит, что изрядную долю расходов на увеличение зарплат бюджетникам и так далее и тому подобное регионы должны были изыскать самостоятельно. Вот они изыскивали. То есть для того, чтобы выполнить указы, влазили в долги, копили дефицит бюджетный и так далее, и те регионы, у которых нет своего, а таких регионов на самом деле немного, которые, как сыр и масля, да, и у них там спред большой, и дефицита не предполагается, это четыре региона всего, то есть Ханты-Мансийск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, которые весь объем денег зарабатывают либо на нефти, либо на своем столичном статусе. А все остальные, так или иначе, должны влазить в долги. В некоторых регионах, в некоторых субъектах федерации этот долг уже превысил годовой бюджет, скажем, в Мордовии и так далее. То есть есть такие провальные регионы, и все это постепенно, еще дополнившись санкциями, дополнившись падением цен на нефть, вылилось в такой не зверскую катастрофу, а в длительный затяжной кризис. И заголовок у нас вынесен, что это кризис про деньги, что имеется в виду. Не будет большой армии безработных, не будет закрываться производство, но будет сокращаться покупательная способность. И в первую очередь кризис ударяет даже не по промышленности, и не по тем, кто занимается торговлей энергоресурсов, а по регионам, в которых очень большой сегмент сервисный. По регионам, по городам, по миллионникам, да, и вообще по крупным городам, где уже за это время появился, появился целый спектр услуг, новых современных услуг, это и фитнес, это и системы общественного питания, и так далее, и так далее, которые из-за низкой покупательной способности сейчас будут терпеть убытки. Я думаю, что ты задавал вопросы, да, эксперту Наталье Зубаревич, что она говорит конкретно про Кировскую область? Ну, она и упоминала несколько раз Кировскую область. В частности, что касается развития промышленности, Кировская область выглядит по статистике сейчас не самым худшим образом, но она связывает это действительно так, с тем, что государство, несмотря на сокращение бюджета, несмотря на так называемое секвестирование многих статей расходов, все-таки сохраняет военный бюджет, бюджет на укрепление воровом способности страны, и у нас при достаточном количестве, большом количестве оборонных предприятий они получают из федерального бюджета госзаказ, совершенно верно, и в связи с этим у нас ситуация пока стабильна. Как долго это будет продолжаться? Это будет видно по тому, как будет поступление в бюджет, какими будут цены на нефть в том числе, и будет ли будет резаться эта статья расходов уже на федеральном уровне. Потому что социалка, она, естественно, первой прошла под замес. Под нож. Под нож, да, и мы сейчас прекрасно видим, это, ну, область пытается минимизировать как-то последствия, да, но тем не менее сокращение школ, сокращение и объединение лечебных учреждений, сокращение социальных расходов, сокращение культуры, объединение музеев. Мы все это сейчас наблюдаем, все видим, и это будет продолжаться, все будет зависеть от того, насколько, ну, опять же, самое главное, это мы, ну, сократился объем денег от ренты, да, Россия, страна, живущая на ренту от продажи природных ресурсов, вот, и этих денег стало меньше, стало меньше возможностей как раз на социальные нужды, а уж про экономическое развитие, про развитие инфраструктуры говорить нечего. То есть, в первую очередь, даже социалка, она все-таки остается приоритетом для государства, ну, там, в силу многих причин, в том числе и электоральной причины, в силу того, что нужно все равно будет, там, переизбираться всем, и в местной власти, и в федеральной власти, поэтому нельзя допустить провала, ну, там, с пенсиями, например. Зато экономические вещи, они замораживаются, и это плохо, это с точки зрения, вот, как раз, перспектив прорыва и преодоления этого кризиса, это не очень хорошие показатели. Ну, то есть, когда деньги... Под словами замораживаются, ты имеешь в виду, что нет развития? Ну, какие-то проекты, инфраструктурные, это дороги, это строительство новых промзон и так далее, то есть, многие из них, ну, дай бог, чтобы они сохранились, хотя бы те, которые уже заявлены, да, тот же путепровод на улице Попова, который тянет за собой дальнейшее развитие города Кирова, стройку и прочие вещи, вот, если эти статьи будут порезаны, естественно, мы затормозимся в развитии, экономическом развитии в стране в том числе. И нет инвестиций, сокращается объем инвестиций, что тоже отвратительно плохо, инвестиции в реальный сектор, и даже в тех секторах, где мы сейчас вроде как должны выстрелить, например, производство продуктов питания, да, в связи с ограничениями ввоза продуктов питания из Европы, по идее, должен этот сектор бурно развиваться и расти, но он не может расти без денег, а деньги стали дорогими, банки не очень охотно кредитуют, да, и внешних инвестиций, внешних вливаний каких-то в этот сектор тоже нет, поэтому он, ну, пробуксовывает, он держится на том уровне, какой был. Это не значит, что будет провал с продуктами питания, все-таки этим мы обеспечиваем себя достаточно неплохо, но и развития ждать тоже пока не приходится, нет предпосылок для этого. Олег, скажи, пожалуйста, а Наталья Зубаревич анализировала бюджет Кировской области и уровень нашего долга? Мы с ней не говорили по бюджету Кировской области конкретно, если смотреть на фоне других регионов, мы выглядим не катастрофично, да, то есть там в пределах все нормы, но вопрос секвестирования, вопрос сокращения расходов бюджетных, он все равно так или иначе стоит, и от этого никуда не деться, и сейчас предпринимаются меры, насколько ты знаешь, наверное, о том, чтобы идти от банковских дорогих кредитов и перевести их в кредиты бюджетные, но сути это не меняет. Дело в том, что бюджет региона или бюджет государства, он не производит деньги, он может их собрать и потом правильно распределить. Это предприятие может влазить в долги, зная, что у него будет потом пропорциональный рост доходов, то есть он вкладывает в развитие. Здесь вложение идет не в развитие за счет накапливания долгов, а вложение в то, чтобы распределить эти деньги. То есть мы фактически проедаем то, что берем в банках, еще и вынуждены платить проценты за это. А ты знаешь, Олег, есть эксперты, которые говорят, что наоборот, регион должен брать кредиты банковские или бюджетные, пока дают, что называется. А потом либо разрулится само собой, либо простят, либо спишут, либо еще что-то. Но пока дают, надо брать и развивать регион. Как ты относишься к такому мнению? Это для губернаторов наименее болезненный шаг, потому что действительно либо осел сдохнет, либо Раджа поврет, либо Ишак сдохнет. Неизвестно, что будет потом. А сегодня нужно выполнять требования, которые жестко поставлены из федерального центра, и поэтому лучше влезть в долги. Хотя я еще раз говорю, что те проценты, которые по этим долгам накапливаются, это неминуемое зло для бюджета, это те деньги, которые откуда-то тоже нужно будет взять, а бюджет не может производить дополнительные. И ситуация здесь не касается лекции Натальи Зубареев. Ситуация еще печальна тем, что сейчас очень активно работают налоговые органы по собиранию этих налогов и недоимки, которая существовала и так далее. Но когда мы ее соберем, и показатели пока держатся очень неплохие, за счет унишения тех долгов, которые были накоплены в предыдущие годы, когда мы их соберем, когда многие предприятия, выплатив дополнительные налоги, не смогут дальше развиваться, не смогут дальше существовать, увеличивать свою прибыль, вот тогда мы приедем. Многие предприятия, как ты знаешь, перерегистрируются в результате в другие регионы, и это тоже сокращение, не напрямую сокращение, потому что они все равно физически остаются в регионе, но сокращение по отчетности налогов в федеральный центр. И соответствующее, я думаю, паритетное сокращение дотации из федерального центра в регион, потому что мы собираем мало налогов, хотя бы формально, и в результате получаем меньшее из центра. Ты знаешь, интервью Натальи Забаревичу в новом номере газеты «Бизнес-новости» оно очень содержательное, но когда я его дочитала до конца, у меня возникло стойкое ощущение, что у нас все очень плохо и будет еще хуже. Нет, на самом деле оно заканчивается правильным выводом, что есть те вещи, ресурсы, недооцененные, на которые нужно обратить внимание. Это и человеческий ресурс, это и о чем все говорят, по крайней мере, либеральные экономисты, либеральные политики, что нужно развивать институты, нужно развивать гражданское общество, нужно делать акцент, большой акцент на свободное мыслящее городское население, и нужно те сильные стороны, которые у нас есть, давать им свободно развиваться, нужно давать возможность развиваться предпринимательству свободному, не ужесточая гнет, а дать возможность, потому что предприниматель – это тот человек, тот субъект, который может вытащить экономику из кризиса, на самом деле, за счет только своей активности, за счет своей деловой жилки. На тему развития гражданских институтов, да, ты меня извини, пожалуйста, но как-то я отношусь со скепсисом, ввиду того, что у нас происходит в последнее время в Москве. Нет, это хотелки, это хотелки, это то, что необходимо. Можно двигаться двумя путями, можно замораживать все процессы, и, наоборот, ужесточать какие-то требования, какие-то вещи по отношению к институтам гражданского общества и не давать людям возможности выпускать пар, а можно, наоборот, использовать эту энергию в мирных целях для того, чтобы сделать нашу жизнь краше и лучше. Ну вот, Олег, да, я думаю, все знают, что как раз недавно Совет Федерации обнародовал список из 12 международных и зарубежных организаций, это некоммерческие организации, в Генпрокуратуре предлагаются объявить их нежелательными, как это связано с развитием институтов гражданского общества. Понятно, что это, ну я так сейчас закавычу, да, госдеповские бабки. Извините меня за жаргон, но тем не менее, вот это на народном языке все называют таким образом. Но эти деньги работают на развитие НКО наших российских. Где логика? Безусловно, свое влияние госдепов пытается оказывать на Россию, но я не согласен с тем мнением, что нас пытаются захватить и поработить. И организовать оранжевую революцию. И организовать оранжевую революцию. Противодействовать этому нужно, но должны быть границы определенные. Там, где не идет речь конкретно о шпионаже и о смене политической власти, да, непосредственно, а об активизации гражданского общества, я думаю, что такие организации должны иметь право на существование. И, опять же, нужно просто умело очень использовать. То есть гражданская активность – это очень важно и это здорово. Это когда, ну вот, я всегда смотрю на низовом уровне, когда у нас в области реализуются программы известные. ППМИ, проект поддержки местных инициатив, тоже инициированный Всемирным банком. Ну, на самом деле, сейчас на многих регионах он проходит дальше уже без участия экспертов в Всемирном банке. То есть мы просто взяли этот механизм и начали использовать его дальше. Это открытый бюджет, когда граждане имеют доступ к понятию и начинают понимать, осознавать, из чего строятся доходы бюджета, как они должны распределяться, как они распределяются на самом деле. Но самая интересная штука – это, как это называется, бюджет, народный бюджет, да? Когда сами граждане, активные граждане, которые заявились, они посредством литерей выбираются и затем обучаются бюджетированию и принимают решение коллегиально небольшую дольку бюджета потратить на какую-то важную для поселения или для района вещь, или для райцентра. Как показывает опыт, не всегда власти бывают согласны с этим решением, но это решение, которое приняли граждане, они несут ответственность. А самое главное даже не в этом, не в том, что где-то появилась лыжная база или дом культуры отремонтировали, а в том, что появляется осознание и понимание того, что не все хотелки власти на местах могут осуществить. Снимаются многие претензии и появляется понимание того, что всегда ресурсы ограничены, но круг задачи, он безграничен, да? И всегда нужно расставлять приоритеты, что важнее, что важнее на сегодняшний день, что важно будет завтра, что важно для того, чтобы то или иное поселение просто осталось на карте. И вот эти вещи – это тоже активизация гражданской активности. На какие бы деньги они ни финансировались, они помогают, они вовлекают граждан в активное участие в жизни. Понятно, что есть силы, которым это может быть не очень хочется, потому что проще управлять людьми, которые зашорены, которые потеряны, которые пропитаны пропагандой, льющейся из телевизора, да? Человек, который начинает мыслить свободно, он самостоятельно принимает решения, он не подвержен влиянию. Он критически относится. Он критически мыслит совершенно верно. Я слышал очень интересную вещь о том, что если доля среднего класса в обществе достигает 40%, среднего класса не в нашем понимании, когда среднего класса называются чиновники, люди силовых структур, а именно предприниматели, самостоятельные люди, или люди среднее, высшее звено на предприятиях, инженеры, преподаватели, хорошие врачи. То есть, когда доля среднего класса превышает 40%, то в этом обществе невозможна депутатура и авторитаризм. То есть, только демократия. Почему? Потому что это люди, которые понимают, за что они платят деньги, которые принимают активное участие в жизни государства, и которые не позволят кому-либо узурпировать власть. Ну, Олег, вот знаешь, какой я вывод делаю из твоих слов? То есть, получается, что на сегодняшний день нашему государству неважно, не нужно, чтобы в стране развивались гражданские инициативы, общественные проекты. Это не совсем так. Пусть даже на иностранные деньги. Это совсем не так, потому что наша страна, даже руководство страны, нет единого мнения. И мы, вот как в той басине «Лебедь, рак и щука» тянем ввоз в разные стороны, поэтому он не едет. То есть, с одной стороны, мы пытаемся закрыться от всего мира, с другой стороны, пытаемся открыться для него. И я просто разговаривал, спросил Наталью Забаревичу о ее отношении к увольнению из Института Лобачевского Кендрика Уайта, с которым я работал около года редактором издания «Марчминг». Напомню еще, за что его уволили, потому что наверняка не все помнят. Его уволили после программы «Вести 24» на «Россия-1» или «Россия-24». Там повторяются выпуски новостей, Киселевская программа итоговая. Потому что он прозвучал там как «Почему у нас американцы работают проректорами по инновациям и вешают у себя портреты американских ученых, упирая портреты русских ученых в кабинете?» Такое очень серьезное основание, конечно, для того, чтобы лишить должности проректора. Человека, который, в принципе, нес технологии коммерциализации... Инноваций. Инноваций. Все верно. Сказать-то я хотел о другом. То есть, с одной стороны, происходят такие вещи, и у нас везде видят шпионов, с другой стороны, тех же ученых, это вот слова Натальи Зубаревич, заставляют публиковаться в иностранных журналах. Обязательно для того, чтобы поднять престиж родного гуза и так далее. Нет, ну подожди, это две большие разницы. Брать деньги от фонда Шороса или от фонда МакАртуров, либо заставлять российских ученых публиковаться в иностранных журналах. С одной стороны, это пиар нашей страны за рубежом, а с другой стороны, это гуздеповские деньги, которые раскачивают лодку внутри страны. Дело в том, что мы, с одной стороны, пытаемся возвести границы, с другой стороны, разрушить границы. Я об этом пытаюсь сказать. Я поняла. И фонд «Династия», который тоже попал в список иностранных агентов, он тоже публиковал иностранные доклады иностранных ученых в России. Чем он навредил, я не знаю. Он пытался открыть Россию для научного сообщества. Олег, нам надо сейчас прерваться, потому что у нас должна прозвучать реклама. Я напомню, это особое мнение Олега Прохоренко. Сейчас мы уходим на короткий перерыв и очень скоро вернемся. Особое мнение. На 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит Олег Прохоренко. Олег, давай продолжим программу про глав сельских поселений. На этой неделе вы написали замечательный материал о двух главах сельских поселений, на которых завели уголовное дело. Расскажи, пожалуйста, эту историю кратко. Мы взялись не случайно за эту историю, потому что это казалось подозрительным и странным, что на одной неделе практически с разницей в один день двух глав местных поселений в одном районе, на Линском, взяли за взятки. Потом путем выяснения оказалось, что еще и взяткодатель был один, местный предприниматель, который должен огромные суммы разным людям, который не выполнял свои обязательства по строительству и так далее. И в том числе он должен бюджетам этих сельских поселений. Он не случайно был использован. Это однозначно. То есть его использовали для того, чтобы надавить на глав сельских поселений. Был ли в их действиях умысел или нет, я думаю, что суд решит. Было бы интересно и правильно, если бы этот суд рассматривался где-нибудь в Кирове, а не в Нолинске. Почему? Потому что у нас все-таки до Нолинска нужно доехать и поприсутствовать. Иногда суд продолжается 5-10 минут и потом уходит на перерыв до следующей недели. И немногие журналисты смогут так внимательно наблюдать, как это было в процессе Навального, например. И открытость суда, она бы расставила все точки над «и». То есть было бы интересно услышать их позицию. Безусловно, они сглупили. Потому что деньги брать наличкой нельзя ни в коем случае. То есть перечисляйте на счет, вот вам счет, перечисляйте его. И со счета там все будет проконтролировано, куда эти деньги ушли. Когда эти деньги приносит кто-то наличкой. Или товарно-материальные ценности в виде ноутбука. Здесь можно человека под белые ручники сразу схватить. И ты потом хоть задоказывайся, что ты эти деньги просто не успел положить в сейф. Но вы сами, Олег, пишите в материале, что, допустим, в рамках реализации того же проекта поддержки местных инициатив главам сельских поселений зачастую приходится иметь деньги с наличкой. И приходится брать деньги наличкой и потом их приходовать. Да, банкоматы и прочее. То есть это обычная практика. Это просто я думаю, что здесь будут сделаны определенные выводы. И Андрей Лучинин, руководитель ассоциации, исполнительный директор ассоциации Совета муниципальных образований области, проведет определенную работу с главами поселений. Безусловно, это их работу несколько застопорит. То есть нужно будет действительно деньги только по безналу. Нужно будет выдумывать механизмы, как собирать деньги с населения, с предпринимателями на проекты поддержки местных инициатив. Они станут осторожнее, осторожнее, чем они в этом деле. Ну, может быть, вообще откажутся многие. Да ну, его нафиг. Зачем мне эта головная боль связываться с деньгами? Я лучше буду вот... Идет оно так себе потихонечку там, чуть-чуть денег валится и слава Богу. Потому что чем больше активности, чем больше инициативы, тем строже может быть наказание тебе же самому. То есть сам же огребешь. И это отвратительно плохо. Я как-то писал месяц назад, даже колонку, по поводу того, что герои нашего времени на самом деле это главы местных поселений, именно сельских поселений. Потому что это люди, которых зачастую упрашивают прийти и возглавить. У них нет никаких ресурсов. Единственный их ресурс – это убеждение. У них появился инструмент в виде проекта поддержки местных инициатив, ну, еще какие-то вещи. Только сейчас. А так они должны выполнить очень много обязательств. Расчистить дорогу, отремонтировать водопровод, построить тон, ладить это. Прокуратура бдит. И за каждый твой огрех тебе выписывается штраф или даже могут посадить. А в то же время ты должен извернуться и где-то эти ресурсы, эти деньги найти. За небольшую смехотворную зарплату. В рамках сельского поселения, может, это нормальная зарплата, но для руководителя в областном центре это вообще ничтожно. То есть ты должен сломать себе голову и сделать так, чтобы прокуратура не придралась ни к чему, и в то же время ты не имеешь для этого никаких ресурсов. Поэтому людей найти сложно, и поэтому после этого случая их будет найти еще сложнее. Нет инструментов, нет денег, и еще и сажают. Да, еще и сажают, и в результате убедить людей стать главой местного поселения будет безумно сложно. Олег, а ты считаешь, что в данном конкретном случае этих двух глав сельских поселений банально подставили? Ну, если я так могу сказать. Но это твое особое мнение. Я думаю, что в твоих словах есть доля истины, что, конечно, сутра ставит точку над «и», и, конечно, все это будет выяснено. То есть следствие тоже, наверное, не с бухты-барахта и не на пустом месте все эти действия осуществляло. Не исключаю, что, может быть, кто-то из них до этого уже был заподозран в подобных вещах и не оприходовал деньги и не тратил их по собственной оглядке. Но мне бы очень хотелось надеяться, чтобы эти люди вернулись в семьи, чтобы они действительно были признаны невиновными. Это сняло бы лейбл неблагонадежности вообще со структуры местного самоуправления в местах. А если говорить про структуры силовые, то следственный комитет, прокуратура и так далее, как ты считаешь, у них сейчас есть задача внимательно бдить и сажать, или просто это такая череда совпадений, что тут уголовные дела на глав сельских поселений, в Кирове много уголовных дел, еще в Слободском районе по решению суда один из местных предпринимателей должен снести хозпостройки. Это несколько иная история. Я думаю, что есть... Ну такой вот, знаешь, информационный фонд создается. Есть некая компаниящина, точнее даже тренды. Если руководитель силовых структур говорит, что мы сейчас будем разбираться с главами местных поселений, потому что что-то они там заворовались, то, естественно, все берут под козырек и начинают исполнять, и начинают находить, и начинают подсылать для того, чтобы выполнить показатели, потому что сейчас эта тема в тренде. Если вчера была тема в тренде по лесозаготовкам, и искали, где там у нас черные лесорубы, и не очень черные, но не совсем благонадежные, то сейчас эта коса может пройтись по главам местных поселений, а это очень тонкая сфера. Здесь, опять же, нельзя заработать, да, это люди, которые, там, многие из них, не скажу, что все, но многие из них самоотверженно и действительно на энтузиазме, без всякого приукрашивания, на энтузиазме выполняют свои обязанности. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что будет следующим трендом? Сайта хакирова.ру уже написал по этому поводу небольшую статью. Не посмели, пойдут. Нет, я имею в виду, на самом деле, не это. Это проверка квартир на предмет незаконных перепланировок. Мы все видели на прошлой неделе, что в Перми обрушился дом. Причиной происшествия называют незаконную перепланировку в цокольном этаже, если я правильно помню. И сейчас как раз пройдут с проверками по квартирам, в которых имела место перепланировка. То есть вот помнишь, как было у нас с теплоходами, с ночными клубами после хромой вовши, и теперь пойдут по квартирам с перепланировками. Хорошо это или плохо? От этого есть вообще какая-то польза? Потому что ты проверил одну сферу, а следующее у тебя происшествие там на воде. Если помнишь, если помнишь. Потом ты проверил ночные клубы. Зимой у нас была такая же компонентщина по сосулькам. И понятно почему. Да, сосульки опять. Я против такого подхода. Безусловно, это плохо. Есть механизмы, регулирующие узаконивание перепланировок. То есть ты не сможешь продать квартиру, если ты сделал перепланировку и не зарегистрировал ее. Не согласовал ее, да. Если согласовал ее, не зарегистрировал эту перепланировку в БТИ. Хотя есть действительно немало случаев, когда частный бизнес открывает магазинчики в циркальных этажах, делает перепланировку и не согласует это. Я не знаю, почему именно по квартирам сейчас пойдут. Будет ли вообще толк просто от этих проверок? Наверное, мне не нравится в целом подход. Когда где-то порвалось, и все ресурсы бросаются туда. И давайте проверим. А потом рвется в другом месте, потому что оттянуты ресурсы оттуда. И то же самое было с сосульками. Если ты помнишь, там большие деньги были. Зима была такая. Три раза, четыре раза были в ПТИ. Но у нас каждая зима такая. Нет, не каждая. Когда снег выпал, растаял, выпал, растаял. В течение зимы четыре раза. Это был уникальный действительно случай. И каждый раз нужно было счищать все крыши. Представляешь, какие деньги были направлены на это. То есть не искали механизм на будущее, как себя обезопасить, какую систему внедрить, для того, чтобы эти сосульки не образовывались. Или для того, чтобы на это кризисное время оградить людей от опасности. Все деньги были брошены на уборку этих сосулек. Кто-то хорошо заработал на этом, безусловно. Те, кто занимались промальпинизмом и убирали сосульки. Но в результате этих денег не хватило, скажем, на дороге. На то, чтобы починить дороги в областном центре. И все. И сейчас машина бьет подвеску. То же самое и здесь. Мы бросим все ресурсы на то, чтобы проверять квартиры. А в результате у нас прорвет в другом месте. Не хочу ничего говорить, потому что не дай бог. Ну, тем не менее, как показывает практика, зачастую в нашей стране именно так и происходит. На этом я хочу закончить, потому что времени у нас больше нет. Так мы с тобой не поговорили о Селивинском. Ну ладно, будет повод поговорить потом. Я думаю, что это еще точка не поставлена в этом деле. Да, я думаю, что вернемся мы к этой теме. Я надеюсь, что газета «Бизнес-новости» ее не бросит и будет следить за тем, как же все-таки будут развиваться события. Мы постараемся. Спасибо. Всем хорошего дня. Это было особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Я благодарю тебя за эфир. Программу вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.